Товарищество собственников жилья «Союз» – это несколько домов на Туапсинской, в их числе 15 и 17, где, по информации, теплоузлы не были подготовлены к отопительному сезону. Не были промыты и не были опрессованы. Значит, это две недели тому назад. Они искали просто подешевле организацию, сейчас нашли, она им все сделала. Это ТСЖ, да? Да, это ТСЖ. Здесь ТСЖ «Союз», здесь ряд домов в этом ТСЖ. Тамком подтверждает, что промывку и опрессовку специалисты сделали. Анатолий Пахомов лично спускается в подвал, проверяя теплоузел, который действительно теперь находится в идеальном состоянии. Жильцы рассказывают главе города, что паспорт готовности есть, и зимой в их квартирах всегда тепло. А вот посещение и проверка ремонтных работ на теплотрассе питающий дом 22А по улице Полтавской вызывает недовольство. Это бывшее общежитие, где случился пожар 19 января. Теперь строение получило статус жилого дома, здесь проводится ремонт. Но вопросов подрядной организации, которую курирует департамент строительства города, много. Это что? Мне долго это показывают? Это что за ремонт? Это что за отношения? Поэтому я сейчас еще раз говорю, даю срок неделю. Жалуются жильцы дома. Ремонт делают долго и некачественно. Двери 40 лет, как и дома. Попрюсили, поставьте новую дверь. На все разводы, на ладками латаем. Вот покрасили сегодня краской. Краска дороже, чем дверь. Здесь же главе города подходят и жильцы новостройки. Их дома не введены в эксплуатацию. Всему виной юридическая неграмотность. Покупать жилье нужно у надежных застройщиков, которые имеют целый пакет документов. И это не только разрешение на строительство многоэтажного дома, но и акт ввода в эксплуатацию. Тогда будет и свет, и вода, и тепло. К сожалению, заранее об этом люди не думают. Продолжают скупать квадратные метры подешевле. В этом случае, согласно законодательству, все остальное бремя коммунальных услуг ложится на их плечи. На улице Виноградной у дома номер 4, где 360 квартир, котельная оборудована, но не функционирует. Нет разрешения от Ростехнадзора. Товарищество собственников недвижимости решает эти вопросы. Срок подачи паспортов готовности котельных 15 октября. Жильцы уверили главу города, котельная начнет работать в срок. А вот набережная на Мамайке с благоустройством запаздывает. Мы очень благодарны предпринимателям, потому что это их деньги. Но тем не менее, хотелось бы, чтобы в том числе и за деньги предпринимателей работы заканчивались побыстрее. Потому что люди же не могут жить в постоянной стройке. Поэтому я и потребовал, чтобы в течение 20 дней по набережной завершены были работы. Там, конечно, были объективные причины. Прежде всего, там меняли теплотрассу к интернату. Естественно, что это подготовка тоже к зиме. Но сейчас теплотрассу заменили. И сегодня уже нашим предпринимателям, которые изъявили желание строить набережную, уже можно приступить к благоустройству. Если брусчатка выглядит красиво, то ряд мест на набережной совсем не привлекательный. Как и эта несанкционированная торговля. Глава города предложил торговцам воспользоваться социальными рядами. Есть здесь и рынок, где торгуют вперемешку вещами и продуктами. Анатолий Пахомов предложил разделить ряды и сделать рынок более цивильным. На набережной проделана большая работа, можно сказать, масштабная. Теперь и в интересах самих же жителей по мере сил подключиться к благоустройству. Глена Авсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.